Восемь молочно-товарных фирм ведут в эксплуатацию в этом году. Каждая позволит создать 40 постоянных рабочих мест. Об этом глава региона Кумар Аксакалов рассказал на встрече с депутатами областного Маслихата. От разработки проекта до приема акта работ. Проводить модернизацию жилищно-коммунального хозяйства с учетом мнения жителей предложила Ким Петропавловская. Руслан Анбаев провел очередную встречу с населением. 50 мешков с ценным рачком Артемия Салина нашли у браконьеров в Жамбылском районе. Все детали через несколько минут. С участием Кумара Аксакалова прошла очередная сессия областного Маслихата. Грамотное распределение бюджета играет ключевую роль в улучшении качества жизни и развитии региона. Но в течение года по разным причинам его приходится корректировать. На заседании депутаты единогласно одобрили предлагаемые поправки. К примеру, Управлению образования дополнительно выделили 93 миллиона тенге. Средства направят на приобретение котлов для школ и размещение государственного заказа школьных организаций. Управлению здравоохранения добавили 49 миллионов тенге на подготовку специалистов с послевузовским образованием. Управлению координации занятости социальных программ области 18 миллионов тенге. В том числе на оплату коммунальных услуг центров социального обслуживания 10 миллионов тенге. На приобретение продуктов питания для опекаемых центров социального обслуживания 8 миллионов тенге. Управлению физической культуры и спорта области 17 миллионов тенге. на оплату коммунальных услуг спортивных школ. Управление внутренней политики области – 8 миллионов тенге. На фонд оплаты труда, рабочих групп, комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. Управление энергетики жилищно-коммунального хозяйства – 66 миллионов тенге. Второй вопрос на повестке дня – это изменение закона по обращению с животными. Согласно новым правилам, условия содержания домашних животных должны соответствовать их индивидуальным особенностям и удовлетворять естественные потребности. Для собак необходимо создавать условия, исключающие их самовыгул. Если такой возможности нет, они должны находиться в вольере или на привязи. Выгуливать в специально отведенных местах животных можно на поводке длиной, не превышающей двух метров. Тем не менее, иметь при себе намордник для питомца хозяин обязан. Предлагаемый проект правил, разработанный на основе типовых правил содержания в углу домашних животных, утвержденным приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Основными задачами проектов являются установление общих и специальных требований при содержании в углу домашних животных, укрепление нравственности и гуманности общества, обеспечение безопасности, открытие информации в области содержания и обращения животными, иных прав, законных интересов граждан. Реализация вышеуказанных задач позволит обеспечить формирование ответственного и гуманного обращения животными, установление общих и специальных требований при обращении животных в различных категориях, защите животных с жестоким обращением. Также в этот день наградили лучшего депутата по версии республиканского журнала «Депутат». Им стал директор ТОО «Есей Агро» Серик Жукеев. Анна Куликова, МТРК. Кубар Аксакалов отчитался перед депутатами областного Маслихата. Глава региона рассказал о социально-экономическом развитии Свероказахстанской области за прошедшие 8 месяцев. Ощутимый рост произошел в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве и других сферах. В регионе продолжается строительство 17 молочно-товарных ферм. Из них до конца года ведут в эксплуатацию 8. Каждая такая ферма позволяет создать в регионе около 40 постоянных рабочих мест. Всего же по области с начала 2022 года их создали почти 9 тысяч. Информационно-разъяснительную работу проводит мобильная группа Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Активисты поясняют основные направления послания президента и социального кодекса. Свой рабочий визит в СКО они начали с посещения района Шалакына. Программа повышения населения доходов – это тоже по поручению главы государства. Здесь как раз повышение заработной платы. Какие программы сейчас действуют для молодежи и в целом для населения, какие нововведения ожидаются и уже начинают действовать – об этом шла речь на встрече. Ключевыми такими новшествами является новая политика занятости, новая миграционная политика, политика, связанная с развитием проактивных услуг, в частности, внедрение цифровой карты семьи, которая, с одной стороны, является электронным уведомителем граждан о том, на какие виды государственных гарантий и социальные выплаты они имеют право. С другой стороны, второй этап – это как раз проактивное оказание услуг, без того, чтобы люди сами собирали заявления, ходили с этим заявлением в соответствующие инстанции. Много вопросов представителям министерства задавали жители села Мерген. Больше всего сельчан волнует пенсионный возраст. Женщины жалуются, что в возрасте 50-60 лет работать становится трудно. Появляются проблемы со здоровьем, а на лечении не хватает времени. Возьмите, например, любую женщину, она бросает дом, она, во-первых, еще работает, нам кое-как отпускают. Почему 60 лет? Потому что, когда началось поднимать постепенно каждую забавку первички, это было с 2018 года, уже прошло 5 лет, за 5 лет по Казахстану 300 тысяч женщин вышли на пенсию. По новому возрастному, по нашему областу 9 тысяч женщин. Теперь, если сейчас сделают 58 лет, эти же 300 тысяч женщин скажут, почему они вышли 59, 59,5, 60, 60, в этом надо 60,5. Во-первых, мы тогда права их не нарушили уже. И, во-вторых, перерасчет обратно их пенсии уже невозможно. Данный вопрос обещают поднять снова. Эти же темы обсуждали на встрече с жителями Тимирязевского района. Очень важным является акцент именно на развитии продуктивной занятости молодежи. Есть молодежная практика. Здесь я хотел бы обратить внимание на несколько моментов. В программе «Визита» также встречи с населением Акаинского и Олихановского районов. Всего мобильная группа министерства пробудет в области три дня. Аким города Руслан Анбаев рассказал о развитии Петропавловска за 8 месяцев и ответил на вопросы жителей областного центра. В нем практически каждый год появляются новые многоэтажки. Сейчас их строительство ведется на 46 площадках. Есть проект по развитию микрорайона «Южный». То есть в данном случае было четкое поручение Аким области по поводу того, что сначала необходимо будет проводить коммуникации. В дальнейшем уже очередникам раздавать квартиры. Рассказал городоначальник и о реализации программы модернизации ЖКХ. С ее помощью в Петропавловске в этом году приведут в порядок 19 многоэтажек. В трех заменят лифты, а в 16 – кровлю. Я хотел бы обратиться прежде всего к вам с таким предложением. Для того, чтобы проводить модернизацию, я думаю, будет правильно, если мы будем учитывать мнение каждого жильца дома, в котором будет проводиться модернизация. То есть на начальном этапе я уже обращался к председателям ОСИ, ПТ, КСК по поводу того, от начала разработки проекта, проектной спецдокументации, и вплоть до приема акта работ по выполненным работам, все-таки принимали жильцы. Без вашего одобрения я ни один тенге подписывать не буду. Кроме того, по мнению Руслана Анбаева, петропавловцы должны участвовать в приемке работ по благоустройству городских дворов, следить за тем, как и какие площадки или тренажеры им устанавливают подрядчики, и своевременно реагировать, если те действуют халатно. Аким города во время отчета поднимал вопрос, связанный со стихийными свалками. Они очень сильно беспокоят 71-летнего Кайрата Файзулина. Город у нас до сих пор еще грязный, а это от кого зависит? Это не от Акима зависит, а от нас, самих жителей. Кто мусорит, мы мусорим. Вот только на эту проблему обращают внимание далеко не все жители областного центра. У нас порядка 22 тысяч абонентов, у которых не имеется договоров на вывоз твердобытовых отходов. Я уже хотел сделать подворный обход в микрорайоне Береке, именно там, где у нас есть индивидуальные жилые массивы. По поводу того, чтобы люди заключали все-таки договоры. Я хотел бы обратиться в большей степени к вам с определенным призывом, давайте все-таки с уважением относиться к нашим коммунальным службам. Платить по счетам за вывоз мусора тоже готовы далеко не все горожане, отметил Руслан Анбаев. Он добавил, что общая задолженность по этому виду коммунальных услуг по Петропавловску достигла 28 миллионов тенге. В Жамбылском районе пресекли незаконную добычу ценного природного ресурса «Рачка Артемия Салина». Экипаж мобильной группы сотрудников полиции работал в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Астык». На соленом озере возле села Синжарки стражи порядка, строители автомобилей «Ауди», «Лексус» и «Газель». В кузове грузовика полицейские обнаружили 40 мешков с песком и, предположительно, цистами рачка Артемия Салина. Еще 10 мешков находились в багажнике внедорожника. По подозрению, в незаконной добыче задержали 9 жителей Петропавловска и районов. Разрешительных документов на добычу рачка у них не было. Этот рачок востребован в фармацевтике и косметологии, пользуется спросом на черном рынке. Данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 335 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений. Назначены экспертизы. По данному факту проводится досудебное расследование. Сумма ущерба, нанесенного природой региона, будет установлена после проведения необходимых экспертиз. Как правило, в случаях с рачком Артемия Салина ущерб исчисляется в миллионном митинге. В нынешнем году это первый в области случай незаконной добычи ценного рачка. Анна Куликова при содействии пресс-службы областного департамента полиции. На территории городской средней школы номер 25 имени Алихана Букиханова развернулись пожарно-тактические учения. Содействовали в них весь городской гарнизон службы пожаротушения. Таких у нас школ типовых имеется три по городу. Данные учения проводились в рамках ознакомления личным составом с объектом. Также для отработки практических навыков личного состава. У нас есть свои нормативы. Каждая часть расположена у нас на разном расстоянии от данного объекта. Но в нормативное время все подозрения уложились. Условный пожар ликвидировали за 30 минут. По сценарию засильного задумления на некоторых этажах оставалось четверо учащихся и несколько сотрудников. Выбраться из здания им помогли спасатели. Свою часть работы выполнила администрация учебного заведения. Основная часть учащихся, преподаватели и другие работники школы покинули здание до приезда огнеборцев. В каждом кабинете есть огнетушители, аптечки. На этажах висят планы эвакуации из зданий школы. Она состоит из трех блоков. В каждом есть по несколько выходов. Ребята знают, как вести себя в подобных ситуациях, потому что мы часто говорим с ними об этом. В пожарно-тактических учениях задействовали 8 единиц техники и больше полусотни человек личного состава. Дарья Пушминцева, Казбек Иракбаев, МТРК. В Петропавловске прошла встреча представителей фонда «Самрук Казна» с местной общественностью. Главная цель – рассказать слушателям о ходе реализации программы приватизации и ИПО. По словам представителей фонда, 8 крупных активов акционерного общества «Самрук Казна» планируют частично довести до 2025 года посредством первичного публичного предложения. ИПО – это открытая площадка, где любой желающий может принять участие в приватизации. То есть это большой шанс стать инвестором. Эта программа реализуется по поручению президента и позволит в скором времени передать в конкурентную среду крупные государственные активы. Я считаю, что нам надо развиваться во всех направлениях и быть в курсе всех экономических и финансовых изменений. Сегодня важно знать цифровую грамотность. С начала года в Североказахстанской области количество обращений за помощью в Департамент по защите прав потребителей увеличилось на 25%. В основном в сферах розничной и электронной торговли бытовых и ЖКХ-услуг. Об этом журналистам рассказала руководитель профильного ведомства Лази Мьяшева на брифинге в региональной службе коммуникаций. Говорили здесь и о новом законопроекте, который позволит значительно снизить количество нарушений и повысить уровень дисциплинированности недобросовестных предпринимателей. Предлагается ввести в закон норму по взысканию соответчика штрафа с перечислением части от удовлетворенной суммы иска в процентном соотношении общественного объединения потребителя-обудственного в случае подачи ими иска в интересах потребителя и удовлетворения судом предъявленных ими требованиями. В настоящее время внедренный в 2020 году так называемый трёхступенчатый алгоритм рассмотрения разрешения жалоб потребителей создал лишний барьер для реализации конституционного права граждан на судебную защиту. Сложилась практика возврата исков потребителям судами, о чём по данному поводу поступали неоднократные жалобы от граждан и от общественных объединений потребителей. 1 октября в Казахстане Международный день пожилых людей. Это дань уважения и почитания, знак признания заслуг старшего поколения за вклад в развитие и становление государства. В этот день необходимо не только уделять внимание людям преклонного возраста, но и прислушиваться к их проблемам. Очень много делается для того, чтобы пенсионеры наши чувствовали себя благополучно, жили под мирным небом и имели достаток. В то же время есть определённые люди, которые по жизненным обстоятельствам оказались в трудной жизненной ситуации. О них мы не должны забывать. Поэтому у нас в республике этот день отмечается широко во всех регионах. У нас в области под председательством первого заместителя Акимобласти состоялся оргкомитет, на котором принято решение о проведении месячника благотворительности. В Северном Казахстане проживают более 100 тысяч пенсионеров. Из них 43 тысячи в Петропавловске. Сегодня главная проблема пожилых – минимальная пенсия. Это 60 тысяч тенге. Её получают около 4 тысяч людей преклонного возраста. По словам председателя городского совета ветеранов, это очень мало. Нельзя забывать о том, что у нас есть те люди, которые из-за недостатка трудового стажа получают также минимальную пенсию. Это тоже определенная часть людей, которым мы должны кружить заботой. Есть у нас ветераны Великой Отечественной войны, которым, как говорится, мы обязаны. Мы должны, благодаря им пришла нам победа, этот мирный день, эта мирная жизнь. И ещё мы должны не забывать о тружениках тыла, которые со всеми маленькими годами войны работали, не покладая рук. Накануне Дня пожилых людей в области проводят целый ряд мероприятий. Это и творческие вечера, и благотворительные акции. 30 сентября во Дворце молодёжи состоится праздничный концерт. Алишара Шумов, Казбек Арыкбаев, МТРК. Ярмарка «Велорусская обувь» снова радует петропавловцев. Теперь уже осенние и зимние коллекции. Привезли на этот раз более тысячи пар. Здесь можно найти образцы разных цветов и размеров. Все товары изготовлены из натуральной кожи, овечьего меха, главное, шиты на ортопедической основе. То есть предназначена для тех, у кого высокий подъём, широкое голенище или выступающая косточка. Эти модели удобны в использовании. У нас имеется большой размерный ряд. От женской от 36-го, мужская от 40-го по 49-го. Большое количество зимней обуви. Также у нас имеется осенний и немного летний. Продавцы говорят, особым спросом их продукция пользуется у пенсионеров. В первый день ярмарки за обувью пришла Надежда Давыдова. Её радует высокое качество, комфорт и широкий ассортимент. Смотрите, как удобно. В плане чего она вот без застёжки, а вот для моего возраста раз, открыл, закрыл и пошёл. Очень удобно. И мне кажется, лёгкое мне что нравится. И надеюсь, что она будет качественная. Для меня это сейчас важно, потому что я живу только на пенсию. Стоимость женской обуви от 11 тысяч тенге и выше, мужской от 18 тысяч. Ярмарка пройдёт с 28 сентября по 2 октября. Приобрести желаемую модель можно по адресу улица Шоканова-Леханова, 15А. Часы работы с 10.00 до 19.00. Дарья Пушминцева, Казбек Рыгбаев, МТРК Дарья Пушминцева, Казбек Рыгбаев, МТРК Дарья Пушминцева, Казбек Рыгбаев, МТРК Дарья Пушминцева, Казбек Рыгб Дарья Пушминцева, Казбек Рыгбаев, МТРК Продолжение следует...